Людмила Житкова одна из тех, кто пострадал от рук квартирной мошеннице. Женщине предложили купить дешевую квартиру, и она отдала риэлтору 3000 долларов. С тех пор прошло 4 года, но ни квартиры, ни своих денег она так и не получила. В итоге женщина подала иск в суд, который его полностью удовлетворил. Райангерт Анжелику Викторовну признать виновной. Совершение преступления предусмотрено статьей 177, часть 2 УМВ УКРК. И назначить ей по данной статье наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с конфискацией лично принадлежащего ей имущества. На основании статьи 72, часть 1 УКРК отслучить Райангерт отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения Райангерт М.И. 12 мая 2003 года рождения до достижения 14-летнего возраста. Кроме того, Людмила Житкова и еще четверо пострадавших получат свои деньги назад. В общей сложности мошенница должна выплатить им почти 3 миллиона тенге. Адвоката, осужденный, такой исход судебного процесса полностью удовлетворил. Апелляцию не будем подавать, так как отсрочку нам дали почти 3 года, там до мая 2017 года. За это время ущерб полностью будет возмещен, даже раньше. И уже будем с ходатайством выходить, чтобы избрать меру, чтобы на условный срок. Стоит отметить, что суд установил, что Анжелика Райангерт обманула 5 человек. Однако сами потерпевшие считают, что горожан, пострадавших от труд мошенницы, может быть больше. Алексей Никоноров, Владимир Пороховой. Новости Тимирта.